Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Вы смотрите «Утренний экспресс». И прямо сейчас мы будем разбираться, что же такое локальная идентичность вместе с нашими гостями, организаторами фестиваля «Южные ворота». Это специалист Муниципального объединения Библиотеки Екатеринбурга Айгуль Думчикова и координатор фестиваля Ксения Пименова. Ксения, здравствуйте. Доброе утро. В эти выходные уже пройдет семейный фестиваль локальной идентичности для жителей микрорайона Химаш и поселка Нижний Исецк. Что же это за локальная идентичность такая? Да, фестиваль направлен на то, чтобы возродить традицию проведения крупных семейных мероприятий в микрорайоне, сформировать связь жителей между собой, с местом их проживания, сформировать такое вот осознание самости места, которое выражено в ощущениях людей, и также рассказать химашевцам, нижнесетцам, и не только им, но еще и гостям города об истории места, которое на самом деле очень-очень богато, но, к сожалению, малоизвестно. Я ведь думаю, что это не просто так. Ведь я даже помню, в советское время были дни районов, когда вот где-то это туда... Что-то похожее, да. Где-то оттуда... Как раз-таки праздник берет свою историю из праздника улиц Химашевской стороны, который проводился в 70-60-е годы 20-го века на Химаше. Вот оттуда мы подчеркнули идею. Ну а для кого вообще этот фестиваль? Он будет интересен не только, как я уже сказала, химашевцам нижнесетцам, но и гостям города. Также фестиваль окажется интересен не только взрослым, но и детям. В частности, вот первая часть мероприятия, она будет ориентирована в большей степени на посещение семейной аудитории детской, а вторая, да, вечерняя, она будет более интересна уже взрослой аудиторией. Ну, давайте о программе фестиваля чуть подробнее, на что стоит обратить внимание, что точно нельзя пропустить. Я думаю, Ксения, вы начните, а я продолжу. Хорошо. Да, ну, во-первых, в 4 часа, на мой взгляд, самое интересное, какие мероприятия, в 4 часа в Казанском храме приглашаем всех присоединиться, а Димитрова 1А будет проводиться спектакль, называется «Бабушкин дом». Это спектакль основан на реальной истории жительницы Нижнесетска. Весь 19 век и далее ее семья проживала в поселке, и вот на истории ее семьи как раз основан спектакль. Вот, спектакль будет проводиться бесплатно, нужна предварительная регистрация, подробную информацию можно посмотреть на сайте фестиваля, в сети. Вот, и также еще из интересного у нас будет модель коричного молота. Это такое оборудование металлургических заводов 19 века в одну треть реального размера, реально действующее, с водяным колесом, на нее можно будет посмотреть, с ней сфоткаться и ставить себе в памяти вот такое приятное воспоминание. Да, на самом деле программа получилась очень обширная, так что нельзя вот так сказать просто, что обязательно нужно посетить, а что нет, потому что посетить нужно обязательно все. И по интересам площадки могут найти все гости от мала до велика, то есть если детская программа, вот у нас будут мастерские для детей, различные квесты, литературные игры, но даже детская экскурсия одна будет. И взрослые люди тоже также могут найти площадку по любым интересам, то есть у нас будет целый цикл экскурсий, где жители смогут узнать историю города, историю улиц, историю заводов, храмов и очень много интересного. Также обязательно, наверное, к посещению для взрослых это лекторий. Площадка лектория совершенно на разные темы, то есть, например, интересуется человек предпринимательской деятельностью, да, он может посетить нашу лекцию от предпринимателя, наверное, от создателя самой, наверное, популярной кофейни на улице Грибоедова, кофейни «Сова». Он будет делиться опытом ведения бизнеса. Или, например, тема ГМО, да, которая, вот, интерес к ней по сей день, наверное, иссякает, и настоящий ученый расскажет нам, нужно ли вообще бояться ГМО и что же такое. Химашевец, кстати. Химаш, потому что химическое ваше настроение. Поход на химаш на сам будет на завод? Конечно. На экскурсию уже не на завод, а в музей истории завода, который вообще, конечно, уникальное хранилище экспонатов по истории микрорайона. Уже зарегистрировано у нас 19 посетителей, это такая рекордная буквально цифра, вот, поэтому всех очень ждем, всех приглашаем. Ты уже мечтал попывать на химаши? Приезжайте, приезжайте. Ну, именно на самом заводе, на предприятии. Ну, на самом... Ну, в музей хотя бы попасть. В музей, да, в музей обязательно. Айгуль, что за открытки вы нам принесли? Да, спасибо, что вы заметили, наконец-то, да. Это не просто открытки, это, можно сказать, настоящая репродукция работ юных художников. То есть, эти картинки, она открыта... Давайте я покажу нашим телезрителям эту камеру, да? Рассказывай. Рассказывай. Эти открытки, это, по сути, результат очень интересного проекта, который ведется уже более 10 лет. Называется у нас «Букахимаша» и реализовывается силами 29-й библиотеки. В библиотеке Гайдара, что расположено на Химаше. Это, по сути, собрание творчества детей, живущих в нашем городе, в микрорайоне Химаш, в Нижнеесецке. О, мебельный магазин там недалеко. Правильно, правильно. Это все детский взгляд на наш город и на наш район. Они рисовали свои любимые места, и мы перенесли это все на открытки, чтобы подарить просто участникам и гостям фестиваля. То есть, по сути, гости, которые придут к нам на фестиваль, смогут стать и счастливыми обладателями, по сути, настоящего наивного искусства. Очень искреннего. Класс! Замечательная открытка совершенно. А книги-то на фестивале будут? Ну, конечно, конечно. Для нас, библиотеки города, не смогли мы обойтись без книг, организовали открытый читальный зал на свежем воздухе. То есть, конечно, библиотеки, как и все, наверное, музеи, театры, открыты к миру, открыты к общению, и постоянно находятся в поисках новых форматов, которые были бы интересны для людей. И для жителей организована прямо на территории фестиваля. По сути, библиотека, куда может прийти каждый желающий, не нужно никаких абонементов или записей. Он может просто взять книгу, которая ему понравилась, сесть в удобное кресло и почитать на открытом воздухе. Ну, круто вообще затеяли. Еще раз, давайте расскажем, что нужно, зарегистрироваться где-то, или что нужно сделать. Да, вход на все мероприятия фестиваля бесплатный. На некоторые требуется предварительная регистрация. Подробно, опять же, можно посмотреть на сайте, либо в группе фестиваля. Вот, пожалуй, что. Куда и когда приходить? Да, во сколько? Фестиваль когда начинается? 8 августа фестиваль начинается в 2 часа. Ориентир – это плотина Нижнеесецкого пруда. Такое красивое здание. Вы как раз на открытках его тоже демонстрировали. Вот оно, вот оно, могу показать. Давайте. Чтобы все определились, откуда нужно идти. Вот, плотина. Это такой даже символ химаша. И вот на этой исторической территории, где в 19 веке был железнодорожный завод, мы как раз решили фестиваль провести, связать с историей. Начать. Начать, да. В 5 часов будет концертная программа «УЦК экран». Концертная программа сформирована силами химашевских творческих студий, коллективов. И в 4 часа Казанский храм, спектакль «Бабушкин дом». Ну, в общем, много всего интересного. 8 числа, друзья, все на химаш. Мы благодарим Айгуль Думчикову и Ксению Пименову, которые сегодня пришли к нам в гости. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Удачи вашему фестивалю. Приглашаю на фестиваль вместе с девочкой группой. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.